я приветствую всех газ 24 очень часто приезжают эти автомобили на так называемый комплекс работ по механике то есть что он себя включает замену мотора ну естественно toyota в сборе с автоматической коробка передач замена передней подвески замена заднего моста тормозной системы естественно шлангов патрубков замена бензобака с подружным модулем кое-какие работы по электрике ну естественно системы охлаждения системы выпуска отладка но и прочие работы конечно грамотнее всего полноценно реставрировать автомобиль в комплексе то есть начиная с кузова а потом уже делать и моторы коробку и подвеску но как говорится чаще всего люди привозят уже хороший автомобиль сохранены от дедушки или покрашены как вот в этом случае и просит сделать просто вот такой вот комплекс работ многие задают вопрос как делаем что делаем почему многие рассчитывают дорого у нас на самом деле недорого лишь из-за того что можно просто поставить мотор просто вбросить его да и на проволочке а можно действительно произвести качественную установку сегодня мы вам покажем как это сделано на протяжении нескольких недель как все устроено поэтапно и что в итоге из этого получилось а 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 всем привет автомобиль газ 24 приехала на стандартную установку двигатель 1 юз это фе 4 литрового с автоматической коробкой передач замена переднего моста заднего моста ну можно сказать что такую работу мы делаем довольно таки часто очень много приходит писем также звонков как мы делаем что мы делаем что именно меняется что не меняется что входит в стоимость работ по механике то есть данный автомобиль не будет реставрироваться нами он уже хозяином прошел окрас полный соответственно наша задача только лишь по механике по электрике в данном ролике мы покажем все тонкости именно установки двигателя подвески работы по электрике по рулевой в первую очередь естественно разбор сварные работы и обязательно это покраска подкапотного пространства кстати примечательно что цвет будет необычный и и и но и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Далее установили заранее Перебранную переднюю подвеску И перешли к опорам Это самая немаловажная часть Многие установщики используют Газовские опоры «Жигулевские» Это в корне не верно Поскольку должны быть именно Гидроопоры «Тойота» Со специальным кронштейном Предотвращающим отрыв Волговоды поймут меня Даже на банальном 4.6 моторе Левую подушку от крутящего момента отрывает Соответственно в Тойоте Который имеет уже здесь 407 нм Это и само собой разумеющееся Оторвет штатную волговскую подушку Естественно мы применяем только гидроопор Для них изготавливается нижний кронштейн И верхний будет изготовлен уже по месту Непосредственно к блоку Многие задают вопрос В личке При личной беседе Соответственно в звонке Можем ли мы сделать готовый кронштейн Так сказать свап комплект Для того чтобы отправлять в регионы Отвечаю сразу Это невозможно сделать Есть ребята которые делают Оставляют соответственно запасы Сзади моторного щита Запас между мотором и балкой Мы же не практикуем такое То есть наша задача Первое Установить мотор как можно ниже Чтобы он был Соответственно Минимальный центр тяжести Второе Расстояние от моторного щита До мотора Тоже минимальное Буквально Полтора-два сантиметра Для того чтобы развесовка была Больше на заднюю ось Волги все разные То есть возьмем две двадцать четверки Они все разные Длина лонжеронов может варьироваться Пять-десять миллиметров Естественно моторный щит То же самое Пять-десять миллиметров Может быть приварен по-другому Получается если мы делаем Десять комплектов То из них только пять встанут Пять не встанут Поэтому Изготавливаются сначала нижние опоры Потом устанавливается двигатель Проверяются все зазоры Для того чтобы коллектора Не цепляли Для того чтобы поддон не цеплял Или сзади Будто стартер Или коробка передач в туннеле И только после этого По месту Очень мало остается пространства Но умудряемся соответственно подлезть Прихватить кронштейны Потом опять все это разбирается Проваривается уже Красится И устанавливается на место Каждый раз Эта процедура делается вновь То есть шаблоны здесь Категорически нельзя использовать Никакие На данный момент уже установлен двигатель Установлен мост Вольво 940 В сборе с дисками и тормозами Проложены необходимые трубки Шланги для подачи тормозной жидкости Троса переделаны Гибридные С2110 Усиленная жила сделана Чтобы не было вытягивания Соответственно Должным образом покрашено все Также меняется в обязательном порядке Бензобак Это бак уже 65 литров Вот 31105 У него внутри уже сделаны ребра Специальный противоотливной стакан он имеет Погружной модуль Евро-3 Который уже с обратным клапаном в баке Который поддерживает 4 атмосферы Как раз для 1UZ Это то что нужно Что касается передней части снизу Значит ну как уже ранее говорили Мост установлен Изготовлены опоры Рулевая трапеция полностью вся перебрана Рулевой механизм с гидроусилительным руля Значит коллектора Вот здесь вот можно посмотреть Виды изменены Сделаны флянцы Необходимые для соединения с приемными трубами Вот как раз в правой части Уже сварщик варит выхлопную систему Буквально денек И она уже будет готова Мотор полностью на своих опорах Стабилизатор Также 31105 Стойки стабилизатора Мы используем Вольво 760 Они без шаровой опоры На сальном блоке Очень долго ходят Естественно в передней подвеске Полностью все новые шаровые опоры Новые саленблоки Новые подшипники Диски Перебранные суппорта Новые все ремкомплекты Манжеты Цилиндры Состояние всего новое Баушная По сути остается только балка Ну Как бы это чугун Не ломающийся По выхлопу Значит вот это правая Правая я уже сказал Значит это левая часть Также использован флянец Будет использована необходимая прокладка Гофра Трехслойная Обязательно Острых углов Стараемся не делать Используем Специальные отводы Пламя-гасители Внутри с набивкой Обязательно Один справа Один слева будет Значит здесь будет Y-pipe И далее в задней части Сейчас пройдем И далее в задней части Соответственно здесь будет Резонатор Гусь над мостом И одна банка глушителя На 61 трубе Это тихий выхлоп Звука баса здесь не будет Как некоторые хотят От V8 То есть если нужен звук породистый То это надо вести Две трассы Либо в одну сторону Либо две трассы Разводить на две стороны Под капотом На я так думаю 95% Уже все собрано Подсоединена Вся электрика Развязка Сделана Через силовые предохранители Необходимые реле Для сигнала Для фар Реле соответственно Включение вентилятора Двухскоростного Производства Бош Радиатор Медный Меднопаянный Оренбургский Трехрядный Он вполне справляется С этим двигателем Уже Более пяти лет Как это Подтверждается Нашими опытами И клиенты все ездят На таком радиаторе Значит вакуумный усилитель тормоза Уже тоже полностью установлен Тормоза уже тоже полностью прокачаны Подключена печка Кран печки 3110 Привод тросовый Прокачан Подключен гидроусилитель Ролля Расширительный бачок Остается чуть-чуть Совсем облагородить Немножко проводку Залить масло Сделать впуск И поставить капот Что касается салона В салоне приходится много чего разбирать Поскольку переделывается рулевая колонка Объясню почему Потому что мы устанавливаем рулевой механизм С гидроусилительным руля Он уже без эластичной муфты А здесь применяется крестовина Соответственно Чтобы соединить Приходится там перетачивать Переделывать Полностью рулевую колонку Можно конечно просто поставить От 3110 или 31105 Но тогда потеряется полностью Аутентичность салона Чтобы соответственно Аутентичность не терялась Рычаг Чаще всего Заказывают Непосредственно Чтобы он был замаскированный Вот То есть Рычаг Штатный Механизм Toyota Будет закрыт Штатный Резиновый гофрой Соответственно Здесь будет набалдажник И с нажатием То есть Нажали Задняя Нейтраль Драйв 2L Все эти режимы Будут работать Но Все будет замаскировано Под штатный Рычаг Что касается Приборки Значит Приборная панель Остается Также родная Все приборы Будут работать Абсолютно Исправно Что касается Спидометр Спидометр Здесь В заводском Исполнении Сделан Механическим Приводом То есть Тросик Естественно В Toyota Уже Электронный Привод Будет сделано Следующее Вытащен Полностью Механизм И вмонтирован Естественно С переделкой Платы С переделки Посадочного Места Механизм Электронный От 3110 Или 3105 Естественно Сам Циферблат И стрелка Останутся Штатные Плюс Сверху Появится Окошко С суточным Пробегом Чего Не хватало В заводской 24 Приборке В целом Говоря О сложности Электрики С которой Приходится Сталкиваться Вот Элементарно Можно посмотреть Блок управления Toyota Будет Установлен Здесь В нижней части Доступ Будет Беспроблемный Соответственно Сейчас Происходит Предварительная Сборка То есть Устанавливаются Необходимые Реле Необходимые Предохранители Также Устанавливаются Необходимые Реле То есть Будет Три Реле Одна Основная Реле Подкачки Бензина При включении Зажигания На несколько Секунд И Реле Топливное Основное Естественно Должна быть Сделана Должным образом Разводка Также Соответственно Выходы Необходимые На Запрет Запуска Только Чтобы В паркинге В нейтрале Запускался Вывод Необходимых Датчиков И так далее Все это Соответственно Требует Достаточно Большого Времени Еще Один Немаловажный Момент Касаемо Электрики Как обычно Происходит Свап Двигателя То есть Можно Просто Поставить Двигатель Просто Завести Косу В Салонный Отсек Установить Блок управления Подать питание Все Машина Поехала А что делать Дальше То есть Сами понимаете Здесь раньше Было 42 Или 24D Мотор Естественно Здесь Шла проводка На трамблер На катушку Система зарядки Если кто знает 24 Как она идет То есть Она через Салон Проходит Соответственно Замыкается С генератором Это В корне Как говорится Неверное Потом Они от этого Ушли Сделали Разгрузочный Реле Мы же Соответственно Помимо того Что просто Устанавливаем Свапаем Как по современному Жаргону Мотор Мы переделываем 30-40% Электрики Всего автомобиля То есть Вся проводка Которая здесь Шла Штатная Она полностью Убирается Полностью Вся Так сказать Расчленяется Можно выразиться Да Оставляется Только то Что идет На фары На сигналы А все остальное То есть Разгрузка Переделка Зарядки Это все Делается Иначе То есть Приблизительно Приблизительно Два дня На это Тратится Для того Чтобы все Убрать в гофр Чтобы все Закрепить Чтобы Каждый Каждая клемма Помимо Обжатия Была еще И пропаяна В этом Как раз Залог успеха Итак В общей сложности Чуть больше Двух недель И сегодня Уже Практически Ночь Волнительный момент Первый запуск Все устали Но Как говорится Трудоголики Доводят дело До конца И Если наметили Запуск Сделать То мы его делаем Будь то там В час ночи В три часа ночи Сейчас Приблизительно Около двух И соответственно Волнительный момент Давай Сань Что там Сань Ну Расходомера пока нету Поэтому Само собой Заведи еще разок Воздух Все здесь Не закрыл Все ровненько Все четенько Все тишина Красиво Ну все Глуши Сань Завтра Доделаем Электрику Включаем Приборы И Тест драйв Ну собственно Вот мы вам Показали Как Происходит Процесс Всех работ По механике По электрике Плюс Плюс То что Осталось За кадром Ну это Не имеет К этому Отношения Но все же В машине Была Восстановлена Штатная Электропроводка Имеется Салонная Потому что Машина Не новая Была Ее Красили Разбирали Вот Соответственно Не работал Ни обогрев Там Заднего стекла Хотя уже стояла С обогревом Не работали Приборы Не работали Стояночные огни Не работали Габариты Аварийная Сигнализация Не работала Потом Соответственно Стеклоочиститель Тоже работал Через раз Не было Промежуточного Режима Мы соответственно Сделали Переделали Переключатель Переделали Алгоритмику Работает Соответственно Два режима Прерывистый И полноценный Плюс Замки Были Изношены Поменяли Все дверные замки Отрегулировали Двери Потому что Красил Владелец Автомобиль В каком-то Другом сервис С достаточно Низким Бюджетом И Ничего Не отрегулировали Багажник Не закрывался Но это Не имеет Отношения К Основному Комплексу Работ Поскольку Здесь Уже Каждый Владелец Дополнительной Работы Просит Сделать По Своему Усмотрению По Согласованию Но Самое Главное Мы сделали То Что Планировали Сейчас Вот Немножечко Катаемся По городу Проверяем Примечательно Спидометр Работает В полной Мере Вот 40 километров В час Сейчас Едем Появился На спидометре Помимо Основного Пробега Еще И Суточный Пробег Спрос Его Снизу Сделали Необходимый Рычажок Ранее Этого Не было В приборной Панели Все Диагностические Лампы Также Работают То есть Зарядка Добавился Здесь Чек-энжин Но Сейчас Естественно Не горит Поскольку Мы Едем И С двигателем Все в порядке Все исправно Естественно Ошибок Никаких Нет Протестировать Как-то Жестко К сожалению Нет Возможности Пробки Везде Уже Сейчас Начался Дачный Сезон Но Потихоньку Покатались Посмотрели Сегодня Отдаем Владельцу Надеемся Что она Будет Его радовать До новых Встреч Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова